и друзья всем привет с вами как всегда юлия батталова и иду в садик решила вас взять с собой показать немножко по пути вот эти вот наши места новые и садик в общем иду я как обычно вот так вот по этой дорожке пешочком мне нужно чтобы вот этот вот вечно забак называется канавах водичка в общем чтобы ее перейти мне нужно обойти вот так вот в общем я не знаю почему здесь не могли сделать какой-то проход вот а так садик вот рукой подать и чисто из-за этого нужно вот так вот обходить все кстати у нас здесь тоже есть гуси их вон даже кормят здесь недалеко растут вот такие вот деревья смотрите растут лимоны вот и вот смотрите гуси всех кормят смотрите вот такие вот они вот такие вот есть гуси спортсмены которые постоянно грибут лапками вода течет в ту сторону они все грибут грибут что ты хочешь укусить меня что ли мне хочешь укусить такие вот старенькие дома стоят смотрите и старые дома здесь похоже реально живут то что вот вещи сушат эти ну а садик вот там вот где автобус стоит рядом еще одна такая старая постройка вот и наш садик друзья частные садики в турции все-таки небольшие государственные садики намного больше смотрится до нас еще недели вы придете еще сюда что ты делал покажи мышка и глазки до в общем решили мы немножко здесь в дворе посидеть да друзья прям чувствуется что наступила в турции зима тут соседские ситы тоже вот так же примерно сзади там мандариновые плантации даже не мандариновые как будто лимоны ну а впереди друзья выходные сегодня пятница вот и я думаю мы куда-нибудь наверное все равно соберемся может быть погулять куда-то поедем кстати кто из селивке пишите куда здесь можно на выходных сходить потому что я пока еще не ездила я пока еще даже не знаю и я думаю вот в газипаше полтора года прошло пока я там все разузнала это я не везде была вот сюда мы только переехали и поэтому кстати школа вечно вот этот не только это другая еще музыка звенит это похоже все то что на на уроке закончились вот в общем пишите где здесь можно в селивке сходить погулять с детьми и друзья уже вечер хотела показать какая красота у нас здесь с окна прям вообще мне прям так нравится с улицы свет падает в комнату и в комнате даже не темно смотрите прям такие дома стоят как будто бы в лесенку очень красиво на балконе сейчас холодно я бы вышла бы на балкон на эту сторону на эту сторону тоже балкон выходит у нас снова холодно так что всем спокойной ночи друзья кто смотрит вечером этот ролик и не переключайтесь и до завтра и друзья настало новое доброе утро с мужем наконец-то ездим смотрим все окружности приехали рынок который я вам обещала в пятницу пойти но не пошла смотрите сегодня он не работ вот так вот он выглядит то есть он под навесом получается сюда люди приезжают но как и у нас газе паше тут пока парковку сделали вместо рынка вот здесь написано что за нифига он не капалы капалы это закрытый а ну смотри дальше даже получается он такой большой но я сейчас следующий раз приеду покажу о смотри вилла номер восемь здесь получается виллы там горы в общем вот такие вот дома тут кругом так ну а мы погнали в центр и друзья остановились вот таком вот небольшом магазинчике где очень приятно пахнет в прошлом видео я вам говорила что аромат прям кофе доносится тут орешки продают здесь вот как раз таки кофе смотрите как аппарат получается кофемолка такая большая и когда сюда заходишь попадаешь просто в рай здесь только сладости и мы целый пакет сладости покажите купили детям и не только еще и себе тут есть всякие орешки потом здесь есть еще орешки семечки мы купили кстати кэроп он очень полезный для пищеварения как я и рассказывал уже в предыдущих роликах тут есть конфеты самое-самое классное это здесь посмотрите как красота вкусняшки обалдеть это та самая улица центральная по которой я ездила в прошлый раз в общем продавцы здесь очень приятные вот спасибо в общем этому магазину а мы пошли дальше да заехали сделать ключи так как у нас только один ключ на все доказано посмотришь друзья и доехали мы на набережные вдоль реки вот этой вот тут такая красота люди сидят кушают отдыхают конечно ветрено вот там вот кафешечка такая вот здесь вот есть площадка детская в общем если не ошибается муж вот это называется ташку пер и этому 2000 лет в общем такое вот сооружение вот там вот наверху крепость но детьми мы туда точно не пойдем просто посмотрите как тут интересно смотри написано культур меркези какой-то центр торговый такая вот площадка все эти этот крепость да я сняла смотри силе в кибели дейси написано просто муж говорит что вот здесь вот вообще играть до хрена горчо есть там горьк маленькие улочки там горит вообще очень интересно вот как то так в общем друзья вот такой еще второй мост гулять по мосту здесь есть который кстати руслан говорит когда по нему идешь он немножко шатается да нет мы здесь не будем мы лучше давай следующий мост еще покажу без прошлом ролики показывала уже конечно а просто дорога ты хочешь на ту сторону перейти не хочу тогда пошли туда и вот в общем третий мост по которому ездят автомобили ну а здесь вот такая вот площадка большая для детей есть дети прям в восторге алмаз ты в восторге алмаз ты в восторге собачки и здесь вот кафешка сейчас хожу знаю что тут продают такая вот набережная там горит бургер на и есть очень вкусно руслан уже там успел покушать ну а в основном все остальные кофейни в общем сходила сказали есть сакма и тост сма это похоже как этот свежевыжатый сок вот и тост уж сами понимаете что такое вот смотрите какие качельки у детей тут вот это качельки так качельки я так еще не видела мощные до 12 лет кататься можно спокойно вот это качельки в общем сакма и тост сказали смотрите тут есть тренажерки кто хочет позаниматься сам бургерный значит кушал а а мне тост покушай не у меня у меня пока проблемы с же кота жкх ну что друзья уговорил я все-таки нужно зайти в бургерную да хоть и точнее он меня уговорил у меня желудок сегодня тоже бываливает но давай зайдем здесь очень вкусно вот немножко покушаем попробуем потом скажу как тут вообще смотрите меню очень так интересно все на русском необычно то есть сразу приносит по ценам очень даже адекватные цены хрустящие куриные кусочки 103 лиры написано вот мы взяли большой чейсбургер за сто пятьдесят три а не 164 получается большой вот такие вот цены можете ставить на стоп-кадр смотреть целый спортос прикольная капошечка мне нравится прям все цивильно друзья взяли вот такую вот штуку детям соусом водичку принесли такой очень необычно необычно и себе взяла вот такой чизбургер уже тут откусила полочку алмаз ну и напоследок друзья зашли мы в кара фур большой магазин хотя написано что это мини кара фур ну вот по ценам очень многие спрашивают по ценам ребят также йогурт и по 39 вот 41 сыр и по 100 так же все принципе наверное а чё смотри сыр даже есть 149 за 97 такие же цены яйца такие же цены вот допустим а смотри за 86 есть яйца даже надо сделать ее значит хлебушек тапки кому надо вот тапки есть по 7 и 9 лет теплые домой тапки не нужны скажи у меня теплые полы набрали мандаринки по 19 и смотрите что нашла такая ароматная в общем 345 грамм на тридцать одну лиру вкусняшка берем короче это же лосось по 120 по 119 килограмм лосось вот кстати можно взять она же как раз выходные акции ой слушай я чупру хочу если она есть калитая доуру это что же чупра чупра по 189 она 200 было последний раз да но уезжали но она крупная это крупная чупра надо взять ну-ка еще какая есть это что это леврек по-моему сибас да леврек 179 сибас недорого да а лосось то вообще дешевая она вкусная ее вот солит ну давай засолим в общем мы сейчас возьмем рыбки еще мясо 349 по карте 334 329 есть фарш 329 а мы покупали за 400 и друзья мы уже дома вот такая вот прогулочка у нас сегодня получилось кто живет здесь в селивке не судите строго еще ничего не знаем поэтому изучаем может где-то что-то неправильно говорю в плане может быть я где-то в названиях там ошибаюсь не знаю может быть что-то путаю в общем если что пишите кто здесь живет кто знает сто процентов и пишите мне обязательно мне это будет очень интересно это будет всем полезно вот стараюсь показывать все рассказывать все прям до малейших деталей поэтому иногда возможно что-то неправильно говорю не вот произношу даже неправильно но об этом у меня очень много роликов предыдущих предыдущих роликах я очень много об этом рассказываю вот я признаю что я неграмотная признаю что неграмотный быть офигенно это супер потому что я многого не знаю как говорится вот век век живи век учись и дураком помрешь да как бы вы не хотели бы быть стопроцентным грамотными в языках я считаю что не существует такого человека вот сто процентов грамотных иногда бывает ты чего-то не знаешь иногда бывает я чего-то не знаю и вот это вот сидеть и исправлять кого-то это так нудно это так такой прям труд тяжелый что ты себе не можешь потом позволить что-то не дай бог ляпнуть так что я счастлива что я неграмотная и я счастлива что я многого не знаю потому что как говорится учение это свет а как только ты говоришь что я все знаю ты прекращаешь учиться потому что ты же все знаешь зачем тебе дальше учиться то ты что куда уже дальше все кругом как сказать помягче не учи вокруг собрались тем более терять время с ними разговаривать с такими не учены и в общем вот с этого момента ограничение начинается начинается деградация и ты начинаешься ограничивать и в общении в том числе иногда бывает что с людьми общаешься интересного набираешься там много нового узнаешь а когда ты вот себе уже ограничение ставишь что а я умнее всех не буду касья с ними тупыми общаться и все начинается в общем деградация ну развития в общем нету так как в голове ограничения понастроят люди и в этих ограничениях живут самим то плохо а признаться в этом никак не могут вот в общем по поводу этого очень много на моем другом канале сильнейшая мотивация подписывайтесь друзья и туда у меня там уже 115 тысяч подписчиков и это меня очень сильно радует что люди с каждым днем больше людей становятся более осознанными вот что люди перестают жить в иллюзии своих мыслей своих эмоций и начинают все таки изучать внутреннюю инженерию внутреннее строение себя вот подписывайтесь также на мой канал на мой кулинарный канал и готовьте вместе со мной вот кто на моем канале впервые я всегда все ссылки оставляю в описании либо в комментариях вы можете проходить смело подписываться со мной вместе учиться развиваться и со мной вместе готовить вот ну а всем остальным кто меня смотрит давно и новеньким тоже кстати желаю хорошего настроения побольше радости побольше везения удачи во всем дарите друг другу счастье дарите себе счастье не зацикливайтесь не парьтесь по мелочам живите наслаждайтесь каждым мгновением как я и говорю всегда вот когда вы несете людям радость радость в первую очередь как сказать возникает вас все наши эмоции негативные позитивные в первую очередь они рождаются в нас поэтому когда вы несете любовь в мир она в первую очередь и живет у вас если вы несете негатив она в первую очередь вас погубит каждый раз когда вы переживаете нервничаете выпускаете яд в первую очередь ваш организм не чужой поэтому пожалуйста будьте осозненнее любите друг друга дарите позитив всем хорошего настроения спасибо что вы остаетесь со мной спасибо что смотрите меня и конечно же мирного неба над головой всем всех вас люблю целую пока пока пока